Беседы Иисуса с народом об Иоанне. Неужели для того, говорит Златоуст, чтобы увидеть какого-нибудь жалкого и непостоянного человека? Нет, такое множество народа не устремилось бы с таким усердием в пустыню, если бы не надеялось увидеть там великого и твердого, как камень мужа. Люди легкомысленные и переменчивые, которые говорят сегодня одно, а завтра другое и ни на чем не останавливаются, подобны трости, тростнику, росшему и на берегах Ордана, колеблемый ветром. Но Иоанн не такой. Вы ходили смотреть, не трость, ветром колеблемую. Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышные и роскошно живущие находятся при дворах царских? Иоанн открыто обличал Ирода за незаконную связь его с женой брата, и, несмотря на это, Ирод уважал его и советовался с ним. И если бы Иоанн имел склонность к роскоши и удобствам жизни, то заодно молчание свое мог бы достигнуть величайших почестей при царском дворе. Но он темницу предпочел царским чертогам, а говорить неправду или молчать не решился. Что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Он больше пророка, потому что это о нем Бог возвестил через пророка Малахию. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. От Луки 7, 27. А если о явлении его было пророчество, если он ангел, возвещающий пришествие Мессии, то, конечно, изрожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. От Луки 7, 28. Но, несмотря на это, тот, который, по мнению некоторых, меньший Иоанна, в Царстве Божием больше его. И так Иоанн был не трость ветром колеблемая, не такой человек, который любит роскошно жить. Это был величайший из всех пророков. Таким именно и считал его народ, привлекаемый его подвижнической жизнью и безбоязненным обличением нечестивых. И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоаннова, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Весь народ и даже мытари признали, что Иоанн послан от Бога, и потому, послушные его голосу, покаялись, крестились и славили Бога за то, что он послал им такого пророка возвестить о пришествии Мессии и приготовить их к принятию Его. Одни лишь фарисеи и законники не признали в Иоанне Божия посла, не крестились у него, и тем отвергли волю Божию о спасении их. Фарисеи и законники все еще ждут Мессию, обещанного Богом через Моисея и пророков. Но все пророки и закон прорекли до Иоанна, одней же Иоанна Крестителя до ныне, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. От Матфея 11, 12 и 13. Все ветхозаветные пророки возвещали пришествие Мессии. Последний же из них Малахи предсказал, что предшествовать Мессии будет тот, кого Бог пошлет приготовить путь для него. Пришел Иоанн, возвестил о приближении Царства Небесного и потребовал, чтобы народ покаянием и крещением приготовился встретить обещанного Избавителя. Затем Он всенародно указал на Иисуса, как на Агнца Божия, который берет на Себя грех мира. Следовательно, с пришествием Иисуса Христа должны были смолкнуть все пророчества. Они уже исполнили свое назначение, прорекли в свое время волю Божию. Отныне ожидание грядущего Царства окончилось, начинается стремление вступить в Него. Но для вступления в Царство Небесное недостаточно только отрицательных добродетелей, например, не убий, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй и т.д. А требуются добродетели положительной, самоотверженная любовь даже к врагам, благотворение всем и т.д. То есть требуется не только воздержание от греха, но непременное совершение добрых дел на пользу ближних, а так как для этого необходима усилия над собой, борьба со страстями и искушениями, то и вступление в это Царство вовсе не так легко, как воображали евреи. Царство Небесное, хотя и приблизилось с пришествием Иоанна и открылось уже с явлением Христа, но вступят в Него только те, которые делают усилия над собой для достижения указанного им совершенства, которые, так сказать, силой берут это Царство. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его. Это одно из основных положений в учении Господа о спасении. Но, к сожалению, на Него не обращают внимания не только сектанты разных протестантских толков, но и многие из православных христиан. О заблуждениях сектантов сказано мною выше. Теперь же поговорю о заблуждениях некоторых православных. Относясь с полным недоверием к силам самого человека, они проповедуют, что сам человек ничего не может сделать для своего спасения. И проповедуют они так, потому что Господь, прощаясь с апостолами, сказал «Без Меня не можете делать ничего». От Анны 15, 5. Но такое понимание слов Христа основано на недоразумении. Господь этими словами окончил сравнение Себя с виноградной лозой, а верующих в Него с ветвями лозы. «Я есмь виноградная лоза, а Отец Мой виноградарь, а Вы ветви. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и Вы, если не будете во Мне. Кто пребывает во Мне, и Я в Нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Эти слова означают вот что. Ветвь виноградная живет той же жизнью, как и лоза, на которой она растет, и питается теми же соками, какими питается лоза, и только при этом условии она может приносить много плода. Так и последователи Христа. Деятельность их тогда только может вести их ко спасению, когда они живут той же жизнью, какой жил Христос по Его человечеству, когда питают свои души той же духовной пищей, какой усилен был Он, Христос-человек, то есть покорностью воли Отца. Христос не только учил, как мы должны жить, исполняя волю Божию, но и Сам жил так, как учил, Сам был живым примером для нас. Без подражания Ему, без стремления быть похожими на Него и жить так, как Он жил, мы действительно не можем сделать ничего для своего спасения. Жить же, подражая Христу, значит исполнять все Его заповеди, а для этого требуется усилие человека над самим собой, борьба с соблазнами и искушениями. Следовательно, вышеприведенное изречение Господне не дает нам никакого права отвергать силы самого человека. Конечно, силы человеческие слабы, мы не можем обойтись без помощи свыше, без благодатной милости Божией. Виноградная ветвь подвергается иногда нападению вредных насекомых и грибков, с которыми сама не может справиться, и от которых очищает ее виноградарь. Так и человек, изнемогающий в борьбе с искушениями, нуждается в помощи небесного виноградаря. И если он обращается к нему за этой помощью, то она дается ему, ибо Господь сказал, «Просите, и дано будет вам» от Матфея 7, 7. Да, без подражания Христу, без стремления жить одной с Ним жизнью и без Его благодатной помощи, мы не можем спастись, не можем удостоиться блаженства вечной жизни. А из этого ясно, как заблуждаются те православные христиане, которые относятся с полным недоверием к силам самого человека и надеются спастись только благодатной помощью свыше. А заблуждаются они потому, что не обращают внимания на одно из основных положений в учении Христа. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его. Всякий усилием входит в Него от Матфея 11, 12, от Луки 16, 16. Конечно, Царство Небесное берется не грубой силой, так как берутся, завоевываются Царства земные. Царство Небесное дается, врата Его открываются только тому, кто употребляет усилия над самим собой, чтобы сделаться достойным Его. И наоборот, врата Царства Небесного закроются перед теми людьми, которые надеялись только на свою веру да на милость Божию, а сами и не думали о самоисправлении, о борьбе со своими страстями и пороками. Перед такими людьми врата Царства Небесного закроются, как говорил Господь, и услышат они голос Его, «Истинно говорю вам, не знаю вас, отойдите от Меня». Мысль эта, выраженная Христом, настолько ясна, что всякие недоумения по этому поводу прямо-таки непростительны. И эту мысль Господь не раз высказывал Своим ученикам и слушателям, и нередко Он облекал ее в форму притчей. «Широки врата, — сказал Он, — и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Но вы входите тесными вратами, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, то есть в Царство Небесное, и немногие находят их». От Матфея 7, 13 и 14. Несколько позже, подтверждая ту же мысль притчей, Господь сказал «Подвизайтесь, то есть старайтесь, употребляйте усилия, войти в Царство Небесное сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и невозмогут» от Луки 13, 24. «Многие пожелают войти в Него, когда уже поздно будет думать об этом, и станут они стучать в двери и молить, чтобы им отворили их, и станут ссылаться на свою веру в Господа, на знакомство с Его учением, со значением Его искупительной жертвы. Но все это будет тщетно. Они в жизни своей не подвязались, не употребляли усилий над собой, чтобы стать достойными Царства Небесного. И за это врата Царства закроются перед ними, и услышат они грозный приговор «Отойдите от Меня, все делатели неправды» от Луки 13, 27. В притче о десяти девах, ожидавших прихода жениха, Господь назвал таких беспечных людей неразумными и сказал, что они услышат тот же приговор «Уйдите отсюда, не знаю вас» от Матфея 25, с 1 по 12. В притчах о минах и талантах Христос разъяснил, что закроются врата Царства Небесного и перед тем, кто не воспользовался данными Ему даже малыми талантами, то есть силами, чтобы подвизаться, войти в это Царство. Закроются, несмотря на то, что он веровал во Христа и называл его Господом. Закроются за то, что он зарыл свой талант в землю, вместо того, чтобы употребить его в дело, как силу, открывающую врата Царства Небесного. Да, все эти изречения, Господни, доказывают нам, что Царство Небесное действительно берется силою, то есть дается только тому, кто ведет упорную борьбу со своими страстями, кто употребляет значительные усилия над собой, чтобы выйти победителем из этой борьбы. Царство Небесное восхищают только такие борцы, которые постоянно упражняют и через это развивают свои духовные силы в том направлении, какое указано Христом. Человек, воспитавший в себе силу воли, закаливший ее в борьбе со страстями и соблазнами и вышедший из такой борьбы победителем, приобретает такое умение владеть собой, такую силу характера, что и сами соблазны отходят от него, оставляют его в покое. И искуситель проходит мимо такого человека, как ставшего уже неблагонадежным для греха. Однако, несмотря на все усилия свои, такой человек все-таки нуждается в помощи Божией и без нее не может даже подойти к вратам Царства Небесного. Войти же в него сам ни в каком случае не может. Он должен быть введен туда Господом нашим Иисусом Христом, своей искупительной жертвой, принявшим на себя грехи таких людей. Итак, Царство Небесное силою берется, но не иначе, как при помощи Божией. Говоря об Аанне как последнем пророке, Иисус коснулся весьма распространенного тогда среди евреев верования, что перед пришествием Мессии явится пророк Илья. Малахия вещал «Я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного». Глава 4, стих 5. Пророчество это относится, несомненно, к тому великому и страшному дню, когда свершится окончательный суд над родом человеческим, то есть ко второму пришествию Христа. Про Иоанна же Малахия пророчествовал как проангела, посланника, который приготовит путь Господу, а что этот посланник не будет сам пророк Илья, а будет только «в духе и силе Ильи» от Луки 1, 17. Об этом возвестил отцу Иоанна, священнику Захарии, архангел Гаврию. Верование в непременное пришествие Ильи было чрезвычайно сильно. Между тем, с появлением Иоанна прекратилось явление пророков и, следовательно, Илья теперь не придет, поэтому упорствующие в своих заблуждениях евреи должны признать Илью в Иоанне, чтобы уверовать в Иисуса как Мессию. Вот почему Иисус и говорит им «Если вы понимаете буквально пророчество Малахии о пришествии Ильи перед пришествием Мессии, то знайте же, что Тот, Которому должно прийти перед Мессией, уже пришел, пришел в духе и силе Ильи. Поэтому считайте, что Он есть Илья, если хотите принять Его как действительного посланника Божия для приготовления пути Господу». Сравнение фарисеев и законников с капризными детьми Только что сказав о том, что фарисеи и законники отвергли волю Божию, не крестившись от Иоанна, Иисус говорит «Кому уподоблю род сей» от Матфея 11-16. Он сравнивает их с теми капризными и своенравными детьми, которым никак не могут угодить их товарищи. Подражая старшим, товарищи их играют им на свирели и думают, что они будут плясать, но они не пляшут. Тогда поют им печальные песни и ждут, что они станут рыдать, но никто не рыдает. Игравшие на свирели и потом певшие печальные песни с упреком говорят товарищам «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали» от Матфея 11-17. Таким-то капризным и упрямым детям уподобляются фарисеи с законниками и все их единомышленники. «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес». Иоанн Креститель, как Назарей, не пил ни вина, ни секера, то есть не пил никаких спиртных напитков. Он и хлеба не ел, так как питался акридами и диким медом. Он вел суровый образ жизни, жил в пустыне и вообще был строгим подвижником. От приходивших к Нему Он требовал сокрушения о грехах и покаянии, чтобы достойно встретить грядущего Мессию. Фарисеи же и законники, книжники, ждали Мессию как великого царя-завоевателя, который сделает их царями над покоренными народами. Следовательно, по их понятиям, им незачем было сокрушаться, плакать и каяться в ожидании Мессии. Напротив, им надо было веселиться. И вот Иоанн своей проповедью как бы пел им печальные песни, а они не рыдали, а говорили, что в нем бес, что он потому и ведет такой суровый, мрачный образ жизни. Пришел потом Иисус, Сын Человеческий. Пришел не праведников спасать, а мытарей и вообще грешников. Чтобы иметь общение с ними и постоянно поучать их, он не отказывался разделить с ними их трапезу, он ел с ними и пил вино. И вот фарисеи и законники нашли, что так как Мессия не должен быть другом мытарей и грешников, то поэтому Иисус не Мессия. А если Он пророк, то должен вести не такой образ жизни, должен походить на ветхозаветных пророков. Иисус возвещал им блаженство вечной жизни в Царстве Небесном и говорил, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика Ваша награда на небесах» от Матфея 5-12. А они не радовались, подобно тому, как не плясали те дети, которым их товарищи играли на свиреле. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Блаженный Феофилакт объясняет это изречение так. «Когда уже, — говорит Христос, — ни Иоаннова, ни моя жизнь не нравятся вам, и вы отвергаете все пути спасения, то я, — премудрость Божия, оказываюсь правым не перед фарисеями, а перед чадами своими, и уже вы не будете иметь оправдания, но непременно подвергнетесь осуждению. Ибо я со своей стороны исполнил все, а вы, не веря им своим, доказываете, что я прав, как не опустивший ничего». Толкование на Евангелие от Матфея. Епископ Михаил находит, что «чадо премудрости — суть мудрой, те, которые правильно понимают предметы, события, и их взаимные отношения. Истинная божественная премудрость, которая явилась в лице и действиях Иоанна, и особенно в лице и действиях воплотившейся премудрости Иисуса Христа, оправдана, познана, как истинная мудрость, чадами ее, теми, кто ищет ее, любит ее, приобретает ее. Оправдалась именно тем, что они не дозволили себе увлечься мнением о Христе и Иоанне неправильным, какое имели иудеи, род сей, и узнали в них Мессию и предтечу его, то есть имели правильное о них понятие. Толкование на Евангелие от Матфея. Некоторые толкователи полагают, что под премудростью здесь, разумеется, приведенная Господом для сравнения народная поговорка о детях, играющих на свиреле и поющих печальные песни. Того же мнения держится и Антоний, архиепископ Волынский. Если признать, что народная мудрость или премудрость, что одно и то же, выражается в народных поговорках и пословицах, и что рассказ о детях, упрекавших своих товарищей, взят Господом из народной поговорки, то такое объяснение можно считать правильным, ибо фарисеи, как чадо народа своего, своим отношением к Анну и Иисусу, вполне оправдали народную мудрость, премудрость, выраженную в этой поговорке. Это объяснение проще и удобопонятнее объяснений блаженного Феофилакта и епископа Михаила. Субтитры создавал DimaTorzok